Всем привет! Нас часто спрашивают, чтобы можно было хорошего почитать. И сегодня у нас будет нескромная передача. Просто потому, что у меня небольшая личная радость. Переиздали в издательстве Питер мой первый художественно-литературный роман. Мой литературный дебют. «Солдат императора». Вот такая книжка, толстая, надолго хватит, это важно. Я, когда, помню, покупал книжки, я смотрел сразу по толщине. Если книжка хорошая, но она 150 страниц, но я её прочитаю за 2 часа, за полчаса. Зачем она такая? А вот тут 796 страниц, представляете, 796 страниц. То есть, как минимум, на сутки добротного чтения вам хватит. О чём это? Это о, только ни в коем случае не попаданцах. Это о засланцах, о конкретно одном засланце. Есть трагическая разница, попаданец попадает случайно, а засланца засылают специально. Откуда-куда? С другой планеты, где живут совершенно человекообразные, вот такие же, как мы, всякие разные пролетарии и прочие. Одного студента за выходку, допущенную в отношении благородных, так сказать, сословий, отправили шпионить куда? На Землю. А на Землю он попадает в XVI век. Почему в XVI век? Просто потому, что такая мизансцена, развитая космическая цивилизация следит за соседями, когда их нужно будет унасекомливать. Потому, что XVI век – это уже время развития капитализма на планете Земля, а значит, через ничтожный срок, лет через 500, уже эти люди выйдут в космос, и нужно будет понимать, от чего от них ждать, они вообще кто? Для чего постоянно содержатся эти самые наблюдательные миссии, которые натурализуются, как шпионы-нелегалы, среди местного населения, ну, и пишут некие отчеты, что тут происходит. А оказывается, молодой человек на планете Земля, конкретно в Германии, и для того, чтобы быть в центре событий, записывается в Ланскнехты, где и проводит, ну, примерно так, 98% книжки. Потому, что тут очень мало про фантастику, в основном тут про то, как происходили итальянские войны, крестьянская война в Германии, восстание в вольных имперских городах, чем это выливалось для окружающих, как они из этого выкручивались, и самое главное, вы мне спросите, Жуков, а зачем ты вообще эту телегу-то законетелил, с каким-то там засланцем, с какой-то другой планеты, нафига это надо? Я вам на этот справедливый вопрос отвечу. Я хотел написать не просто исторический роман, это было бы само по себе очень полезно, но я хотел написать взгляд современного человека, ну, там, условно, 21 века, на век 16-й, потому что, когда мы читаем исторический роман, даже иногда очень хороший, мы не можем отречься от того, что наблюдатель у этой истории, которая происходит, скажем, в 14-м веке, наблюдатель-то современный, там осовременено в итоге всё, и из-за этого страдает историческое наполнение. А вот когда мы можем дать наблюдателя, который является современным нам человеком, который современным взглядом смотрит на происходящее в глубоком прошлом, мы не даём осовременивание самих событий, мы даём их в виде взгляда со стороны, с нашей стороны. 16-й век, это для меня очень важно, почему? Потому что это время перелома, время того, когда Европа, а вслед за ней и весь мир кардинально изменились и уже никогда больше не были прежними. Это чрезвычайно интересная эпоха, опять же, она была интересная много где, но Европа в итоге дала ту самую цивилизацию, которая в конце концов поглотила в себя в экономическом и культурном плане весь мир, и закладывались основы этого именно в 16-м столетии, по большому-то счёту. Итальянские войны были одной из этих самых точек. Мне они очень интересны, потому что я их очень много изучал, прочитал массу литературы, не для того, чтобы написать книжку, а просто. Книжку-то я вообще написал случайно, поделюсь с вами. Я загремел в больницу первый раз, мне нужно было делать операцию, я её и сделали, а дальше у меня была довольно долгая реабилитация, мне ничего нельзя было, мне можно было или ходить, или лежать. То есть, я тасковал дико, тот-то мне, товарищи мои, в первую очередь, Катя Антоненко, Катя, большое спасибо, Катя Антоненко написала и говорит, по e-mail написала, и говорит, Жуков, ты же там всё валяешься, давай книжку писать. Я такой, а книжку? Говорит, ну вот ты там свои эти самые исторические-то сочинения пишешь научные, я говорю, пишу, ну а сейчас не могу, мне в библиотеку не выйти и до неё не дойти. Тогда была эпоха, когда интернет не мог вам обеспечить всего полного доступа к информации, нужно было ходить в библиотеку, поэтому я не мог писать профильные работы никак, говорит, ну так и точно так же, только художественную, давай-ка напишем вместе. Я такой, блин, в самом деле, а у меня же есть знакомый писатель настоящий, Александр Зорич, он же Митя Гордевский и Яна Боцман, думаю, они же пишут художественные книжки, а я что, хуже что ли? Нет, ну конечно хуже, но наверное смогу. Ну и вот мы придумали какую-то концепцию, сначала вообще-то это должен был быть трубадур 12 века, который доезжает из Франции аж до Ирана, так получилось. Потом я сказал, нет, трубадур, что-то какая-то фигня, никому не интересно, давайте-ка это будет Ланскнехт, и не в Иран, а в Германию, не 12 века, а 16-го, там битого при Паве и все эти замечательные штуки. Ну и стали мы писать, придумали концепцию, потом почему-то Катя перестала писать, у неё были какие-то жизнезатруднения, не знаю почему. Факт в том, что концепцию мы придумали вместе, и даже написали чуть-чуть вместе, ну вот из этих 796 страниц, наверное, страниц 750 написал один я, может быть даже 770. Дальше, когда вы туда заглянете, вы обязательно увидите массу исторических событий, исторических имён, сражений, походов и прочее, прочее, прочее. Воспринимайте это не как научную работу, потому что это не является научной работой, хотя, конечно, перелопачено для этого романа было очень много строго по науке. Но внутри всё-таки художественное произведение, где некоторые места затемнены, некоторые усилены, некоторые выпечены на передний план для усиления художественного эффекта. Всё-таки художественная литература, это моё очень серьёзное и очень любимое, но хобби. Просто потому, что я весёлый графоман, очень люблю писать и слышать звуки своего голоса. Если вдруг вы тоже любите слушать звуки моего голоса, ну или хотя бы он у вас омерзения не вызывает, налетай-покупай, это вот то, что молодой жук вписал, пробовал, так сказать, перо. С тех пор художественных произведений вышло несколько больше, а будет ещё больше на бумаге, издательство Питер нам поможет. Все ссылки будут под роликом, налетай-покупай. Вот такая книжка.